приветствую вас друзья как вы поживаете опять ли вон улубобян вот ну как я вам рассказывал задача такая говорить правду рассказывать вещи которые имеют под собой в общем то фактическую основу и вот я сегодня разговаривал пока ехал сюда в студию с нашим замечательным человеком которого знает десятки тысяч армян догадываетесь кто этот человек наверняка догадываетесь так вот ну я его так в жизни еще не встретил мы только по телефону но он такой мне близки это слов слов нет описать он бакинец лучше очень клевый мужик замечательный короче говоря он слушает мои программы ну и мы с ними имеем совершенно разное понимание того что надо делать так как человек этим занимается очень давно и очень хорошо знает о чем идет речь он мне дает очень хорошие советы с его точки зрения необходимые для того чтобы увеличить количество подписчиков и вот это может быть как говорят американцы вялый point я честно говоря лично вот я вам клянусь ребята я не заинтересован в увеличении или уменьшение подписчиков я думаю знаете как натуральный процесс естественный процесс отбора он идет своим чередом вот допустим у меня на программе там подписалось 300 человек а у кого-то подписалось там 20 тысяч человек а что мне от этого меня знаете что интересует что то что я рассказываю а я рассказываю очень много чего я иду по периметру вещей от науки до духовного медицины социальных моментов армянской истории армянского настроения армянских устремлений поднятия армянского духа надежды на ведущую роль армянского народа в области образования в области экологии то есть мои программы не направлены на маленькую сферу конфликта с соседями и вы понимаете что не будут они на это дело направлены никогда меня соседи меньше всего интересует меня интересует будущее моего народа меня дергают вещи такого рода когда армянью другу хамят меня это очень обижает меня обижает когда я слышу что армяне неправильно себя друг с другом ведут оскорбляют друг друга обманывают мой друг мой дорогой друг меня слон и на землю опускает при этом говорит успокойся уже прекрати идеализировать то что есть есть но знаете мечтать не вредно правда я думаю что говорить об этом обо всем тоже нужно необходимо так вот друг мой мне сегодня сказал ты слушай меня вот ты мне столько рассказываешь по телефону расскажи это на интернете хорошо рассказываю ну значит жила моя семья в городе баку плохо хорошо жили мы достатке в уважении и благополучии без каких-либо специфических ограничений они были они были эти ограничения вызванные системой которая существовала в советском союзе не только в азербайджане так сказать я хочу чтобы вы меня поняли что то что я вам сейчас рассказываю я вам рассказываю как о себе о своей семье что мы испытали допустим была ли ненависть от тех людей кто там жил к нам ненависть вот моей семье ненависти не было не было ненависти было какое-то нет неадекватное чувство в отношении нас по всей видимости да была какая-то скрытая внутренняя враждебность скорее всего да но при этом была и любовь и вот вы идите поймите вот эту космофагорию так сказать как это такое слово есть на русском языке и вот видите путаю слова идиотизм я бы сказал бы love and hate relationships по-английски говорят любовь и ненависть ребят сумасшедшие вещи в общем сложно это описать в двух словах я еще раз говорю когда-то когда я был маленьким когда я открыл книгу геноцид армян в Османской империи и первое то что я прочел какой народ будет пилить сук на котором он сидит или какой человек будет пилить сук на котором он сидит это может быть как-то вам определяет мое понимание того что вообще там произошло и так далее они же сидели на этом суки созданному нам нами ну естественно потом русскими и там ашкеназ евреями и так далее но балка этого были мы армяне так вот жила моя семья благополучие в достатке основное направление деятельности семьи было то что папа пахал приходя с работы продолжал пахать он не останавливался этот телефон сюда тот телефон сюда мама на трех работах частные ученики она была преподавателем музыки и пекла и готовила и во все азербайджанские дома разносились эти торты и так далее это не было взятка это было что-то другое это была внутренняя какая-то любовь это было желание армян накормить кого-то вкусным в основном те люди которых кормили были очень высоко но и было ничего не нужно и было столько денег они что хочешь могли купить а вот торт сделанный руками моей матери купить было невозможно моя мама же не делала торты на заказ правда но если все что была интеллигенция армянская и так далее но для них она это делала как для семьи вот подобные вещи вот этот торт на столе у начальника железной дороги азербайджанский ссср дядя аббаса вы понимаете это все что нужно было этим могущественным людям и вот это вот армянская семья которая сидела за тем же столом и когда меня гладил по голове дядя аббас и говорил какой я хороший мальчик как я хорошо отношусь к папе с мамой ты слушайся родители родители у тебя золотые люди я вам рассказываю какие-то элементы о которых большинстве случаев сегодня мы не слышим я вот открываю случайно между прочим интернет открываю и вижу что сегодняшние азербайджанцы сегодняшние азербайджанцы говорят в отношении армян ребят как вам не стыдно где ваш намус что вы делаете закройте вы свой рот уже из-за памяти к своим старикам из-за памяти к вашим дедам наши же деды деды наши родители же жили друг с другом ребят вы чего говорите вы почитайте что вы говорите об армянах а если это касается армян которые гадости говорят в отношении вас это тоже неправильно это не мужское поведение понимаете меня мы когда там жили вот я помню я вырос там я там жил до 24 лет я не помню чтобы азербайджанцы злословили они вообще много не говорили они много не говорили они не злословили откуда у вас это злословие появилось сейчас кто вас воспитал такими ребят ребят вы не воспринимаете это как атаку на себя вы воспринимаете как атаку человека который вырос там и которому больно это видеть это 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 не азербайджанский народ это сумасшествие стало какое-то ну слушайте мама себе никак не могла представить что подобное возможно то что вот мы слышали сумга эти в кераобаде что убивали армян что армяне бегут потом понаехали в баку так называемые еразы и я не хочу их так называть потому что это люди это люди это перемещенные лица которым по той или иной причине очень досталось и вот я как понимаю они расселялись в армянских квартирах так вот конкретный случай так называемых еразов это муж и жена которые поселили у мамы в квартире она была в центре города на первом этаже они мало и мамины вещи не трогали они мало там держали и не давали из дома выходить потому что понимали что что-то может произойти но потом когда вот именно вот там произошло вот что-то такое что заставило маму быстро собраться и уйти они же вывозили маму в более безопасное место как я могу сказать что этого не было привезли ее в один дом не буду называть этот дом потому что дома тут известен я вам только скажу знаете дальше такой дом кгб да вот который назывался дом кгб привезли его туда значит у этой женщине сын прокурор понимаете моя мама живет там в этом так сказать махровом азербайджанском доме понимаете да ребят реально посмотрите на вещь моя мама живет там на улице не выпускают кормит поэт защищают я хотел упомянуть имя одного замечательного человека с кем я вырос его зовут фазик абдулаев мы вместе с ним учили школе номер 23 не могу сказать что вы были очень хорошие друзья фазик меня не очень любил а я фазика по какой-то причине очень любил фазик как-то раз даже пару раз мне порожи дал сам не знал почему по какому поводу ну было было и вот идет мама по улице в те времена я помню останавливается машина из машины выбегает фазик и ключи тетя жанна тетя жанна что вы делаете сядьте в машину дать я вас отвезу вам нельзя здесь ходить вы не понимаете чем это кончится вот так я вам рассказываю правду ну жила мама годами так сложились обстоятельства я в америке сложно сложно рассказывать все естественно у мамы были средства средства у мамы были держали ее переместили ее потом к еще к одним родственникам тоже очень цивилизованные очень культурные люди не могу именно называть хозяин семьи преподаватель политехническом институте замечательный человек до последнего дня держали маму там весь дом знал что там живет эльмени арват вы знаете ну ворчали а эти враги армянского народа говорили а что нам делать ну хорошо она армянка что нам делать на улице и выкинуть вы понимаете это это правда ребята и вот произошел тот день когда как-то все немножечко легче стало и маму привозят на вокзал сажают ее в купе у мамы были средства я же был здесь значит у мамы были средства ну что нас конечно обокрали полностью говоря о маме и посадили вагон и вот этот вот доктор наук заходит купе там сидят азербайджанцы мужчины трое вы помните как там мужчины женщины вместе сажали и говорит им естественно азербайджанская мама хорошо язык знала это жана ханон она армянка но это мне сестра вы ребята я вас держу ответственным за каждый волосок на ее голове чтобы она доехала к щекими он сказал чтобы они себя вели бы как мужчины и довезли бы ее в целости сохранности и вот в этом купе мою маму мою пожилую маму везли эти трое азербайджанцев которые выходили в купе не разрешали никому заходить чтобы вообще на нее не смотрели заносили чай приносили еду и так далее ребята никогда я не думал что мне придется об этом рассказывать не потому что я боялся это скрывал это или я как-то этим вообще не думал заниматься вот мой человек мой новый новый замечательный друг сказал что я должен об этом рассказать потому что на самом деле это такая сложнейшая картина того что происходило там и вот это огульное вот это вот огульное отношение друг другу это то что я называю инфернальным то что большинство воспринимать не хотят из людей сделали каких-то подопытных кроликов и заставили друг друга ненавидеть а там на самом низу были замечательные отношения была любовь была поддержка была защита как мы можем сказать что этого не было из того что я сказал вытекает один вывод мы жертвой мы жертвой азербайджанцы жертвой мы все жертвой чудовищного заговора против нас всех мы поддались на провокацию мы виноваты в том что мы поддались на провокацию мы согласились на эту провокацию и началось пошло поехало силы не хватило остановить это и тем не менее вот на этих маленьких участках происходили подобные совершенно чудесные истории значит приезжает моя мама в москву доходит она себе как бы работают он живет в доме приезжает моя мама сюда в америку она получала здесь social security и платили эти копеечки каждый месяц она доставала 200 долларов да 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 и посылала этой женщине половину отдавали доктору наука половина оставалась там на хлеб на соль вот теперь вы мне скажите что это до последнего дня а когда та женщина умерла мама послала 500 долларов на похороны ее маленьких копеечек естественно мы ее деньги не трогали это маминбора понимаете это было и вот вы мне скажите что это почему никто не хочет об этом говорить я знаю почему я не хотел говорить мне не до этого но когда мой друг мне сказал что ты должен об этом рассказать она меня ударила и я проникся этим я рассказал это это святое это великое это добрая которое забывать нельзя игнорировать нельзя никто у нас у людей отнять человечность не может только если нас будут превратили в зверей тогда уже все тогда уже поздно ну будем заканчивать ролик закончился я знаю что будет очень много просмотров я прекрасно это понимаю потому что это все душераздирающие и потому что это святая правда знаете самый любимый торт нашей семьи и всех наших азербайджанских и армянских друзей был так называемый пражский торт это был шоколадный торт залитый шоколадом там был такой вкус ребята руфат приходил мой друг садился за стол царство ему небесное половина торта не было мама приходил ведь руфей руфей к матах понравился торт я еще один сделаю завтра приходи еще один торт покушай руфей к матах вот так вот так бабушка заходила в комнату подходила целовала его готова таным руфей к джан а что этого не было вот так ну просто рассказал это маленькая страничка из моего прошлого и знаете раз на то пошло то я иногда буду вот так вот вытаскивать что-то из прошлого и рассказывать я не собираюсь останавливать свои программы и свою заумную тему о том о сём о медицине о науке и о всечеловеческих взаимоотношениях она будет продолжаться для армянской интеллигенции просто большинства до этого дела нет ничего страшного мое направление это воспитать очень 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 образованную группу людей в армении которая возьмет в мире вверх в мире интеллектуально я этого я этому посвящу остаток своих дней а вот это то что с мне посоветовали сделать я сделал все ребята видите легче к такой тоже бывает целую всех кто-то понимает что это Субтитры создавал DimaTorzok